Датчик уровня топлива Grand Cherokee на дизельном автомобиле со временем преподнесет владельцу неприятный сюрприз. Заливаешь соляркой, ориентируешься на привычные показания на приборные панели, но в какой-то момент откровенно глохнешь. Конечно же, в самый неподходящий момент и вдали от ЭЗС. А виной всему вот эта мелкая запчасть с запредельной стоимостью. А помочь разобраться в этом вопросе нам поможет мастер Сергей. Клиент приехал, какая симптоматика была? Приехал на то, что у него при полном баке показывало уровень полбака. В принципе, у некоторых показывает, что полбака, у некоторых, если деталь не сгнившая, может показывать вообще четверть баков, а некоторые просто не показывают. Тут бак делится на две части. У него уровень топлива стоит с одной стороны датчик и с другой стороны датчик. И он определяет с двух, потому что та сторона наполнялась, он показывал полный, здесь он его не видел, из-за этого он показывал полбака. А, и полбака, соответственно, с этой стороны у него, допустим, не показывал, с той стороны корректно. Да, я вам примерно определял, когда ниже полубака начинало как бы падать топливо, тот датчик видел, и он уже начинал корректировать его. А из-за того, что полный не показывал, он не видел эту сторону. Итак, Сергей, я так понимаю, проблема вот в этой маленькой штучке с офигентельной стоимостью. Да. Стоит она? Много. Много. Ну, давайте конкретизируем на сегодняшний. Ну, в районе 35 тысяч рублей. Это оригинал имеется. Да, да, но она продается с колбой, как бы вот с этой ответной частью, да, с этой модульной частью. Вот. Проблема из-за чего то, что сломалось, ну, обычно всегда происходит из-за конденсата. Когда не заправляется полный бак. Внутри топливного бака скапливается конденсат на стенках, правильно понимаю? Да, да, ну, на стенках, на емкости, на вот крышках он стекает, он все равно будет оставиться. А скапливается конденсат в результате того, что водители, как правило, не до конца заправляют, да, соляркой? Ну, они, во-первых, выезжают, все, ну, впустую, почти пустой бак, и заправляют там на тысячу, на полторы. Как обычно у нас, бензин заливается с емкости с земли, он очень либо холодный, ну, в принципе, он всегда холодный. Вот, летом он заливается холодный в баке, опять же, образуется конденсат, сразу все это налипло на железной части, и они начинают гнить. Вот, в принципе, суть его распада. Это типичная болячка для дизелей? Для всех, для бензиновых, для дизелей, без разницы. Это болячка всех автомобилей, кто не до конца заправляет полные баки. Так, ну, и тогда выход из ситуации, как относиться профилактически? Некабаны, невозможно это преугадать. Всегда, всегда просто при заправке заправляйтесь, старайтесь полные баки, все. Чтобы вот эти железные части, вы когда заправляетесь там на 1000 рублей, на 500 рублей, датчик стоит вот здесь, он стоит выше половины. Грубо говоря, вы заправили автомобиль на 1000 рублей, это заняло вот, например, вот такой уровень, да, в баке топлива. А топливо холодное, на улице, например, тепло, и внутри сразу образуется конденсат. И этот конденсат сажается на все железные, как бы, детали, на тоники железные, они начинают гнить и начинают ломаться, вот и все. Просто при заправке старайтесь всегда заправить просто полный бак, и тогда таких вещей не будет. Потому что, когда вы заправили полный бак, конденсата меньше, ему негде вообще скапливаться, он выходит через вентиляционные трубки, которые есть, ну, вентиляционные трубки, он начинает сразу дышать. И бензин, когда нагрелся автоматом, он нагревается до уличной температуры, тогда он уже конденсат не будет создавать, вот и все. И когда там он уровень понижается, уже конденсата нет, ничего такого нету, и поломки этой можно избежать, реально. Понятно. А есть какие-то дешевые решения, может быть, с аналогичных машин? Нету решений? Ничего нету. Это подбирать, если Реостат, подбирать по сопротивлению, ну, я не видел такого, честно сказать. Нет, на Фордах я сталкивался, там, с Мондео куда-то переставляли, мы что-то делали, а на них нет. Это такая деталь, которая мало кому интересна, но дорогая в стоимости. Спасибо, Сергей, за комментарии, я надеюсь, что его советами мы попробовали все-таки сэкономить некоторым зрителям в будущем 38 тысяч. Ну да. Заправляйтесь полный до полного бака. Старайтесь, да, заправляться до полного бака, и тогда никаких проблем ни с насосом не будет, ни с датчиком, ни с чем. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в своих комментариях, мы обязательно на них ответим. Также смотрите другие наши видеовыпуски на нашем канале Quality Motors. До встречи!